Дозатор подключали к компьютеру специально. Здесь у нас находится микрокомпьютер, который управляет и манипулятором, и дозатором. Это не пришелец планеты Шелезяка из рассказов Кира Булычева. Творение вполне земное, созданное руками робототехников АМГУМ. За реальные деньги – порядка 100 тысяч рублей. Антикризисный вариант, смеются изобретатели. Аналоги этого робота стоят до 25 тысяч долларов, но зато задачи у него космические. А вот конструкторов, ученых и космонавтов роботы заменят не скоро, поэтому вопрос будущих кадров стоит очень остро. Благо, современные дети, воспитанные на голливудской фантастике, в космическом интересе не уступают поколению 60-х. Я начал ездить по школам, по институтам, по детским садикам даже 10 лет назад, и тогда, конечно, мало кто хотел. А сейчас это просто подъем необыкновенный. То есть, когда приезжаешь, то даже не надо спрашивать, кто хочет садик с мамой, потому что все уже поднимают руки. Поэтому сейчас это очень большой подъем. Арсений едва ли не самый юный участник фестиваля. Забрел в Амгу, чтобы посмотреть на модели ракет, но в итоге привлекла космическая еда. Я думаю, что бошь тоже вкусный, потому что как он настоящий, только его в упаковку засунули. Вот только попробовать его не получилось. Цена оказалась тоже космической. 400 рублей за тюбик 115 граммов. Так что большинство посетителей ограничились созерцанием. Приобщиться к космосу участники фестиваля могли не только в теории, но и на практике. Для этого в холле установили тренажер для отработки стыковки космического корабля с МКС. Здравствуйте. Можно попробовать? Да, конечно. Данный тренажер использовался вплоть до 2012 года на космокроме Байконур для предполетной подготовки космонавтов и астронавтов. Это не макет, это настоящий тренажер. Именно эти ручки трогали космонавты, и именно эти ручки будете трогать сегодня вы. Управлять космическим кораблем оказалось непросто. Упражнение я завалила. А вот космонавты эту процедуру проделывают чуть ли не с закрытыми глазами. За всю историю стыковка не удалась лишь единожды. Тогда МКС получила небольшую царапину. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин, программа «Город».